Асанкул Усмонов не думал связать свою жизнь с театром или кино. Закончив Каракольский сельскохозяйственный техникум, работал бухгалтером на заводе. Искусство вошло в его жизнь после того, как в 1958 году принял участие в декаде Общего дня культуры Кыргызской республики в Москве. В том же году поступил на службу в Кыргызский драмтеатр, став артистом в 23 года. Снимался у меня в пяти фильмах. Если перечислить, то в фильме «Процесс», «Дилетант», «Гибель», «Воимрождение», «Переполох», «Будь что будет». Разные герои с разными судьбами. Он мне запомнился как актер, знающий свое актерское мастерство. Очень пунктуальный, чистоплотный актер был. Он не только хороший актер, хороший человек был. Он, по-моему, ни с кем он не конфликтовал. Игра на сцене не только в театре высокий, с яркой внешностью осмонов. Сразу заинтересовывал режиссеров. Его приглашали на роли в кино. Яркие образы Чоконова-Леханова в «Семье бессмертных», Кашкатаево в «Прощай гульсары» и еще десятки ролей. Усмонов был величайшим талантом, сыгравший десятки выдающихся ролей на сцене театра и в кино. Его стать запоминающаяся яркая внешность. Актерское мастерство служили тому, что он сыграл немало известных драматических ролей. В Айколь Манасе он воплотил образ Кошоя. Хурманжан Датке сыграл Алымбек Датку. В сыне Манаса Семитее Бакая. И еще множество образов. Он ушел на 88-м году жизни. Он останется в памяти миллионов кыргызстанцев. Его непревзойденный талант был высоко оценен государством в 1990 году. Усмонов получил звание народного артиста Кыргызской республики. Он часто давал наставничество молодой плеяде актеров. Его слушали и почитали. Проститься с артистом пришли его родные и близкие, друзья и соратники, коллеги. Театр и кино были его жизнью. Я жил в его доме, в доме моего брата. Пошел по его стопам, тоже стал народным артистом. Многому у него учился. Мне сейчас тяжело перенести эту утрату. Он был не только хорошим артистом, но и семьянином, достойно воспитавшим своих детей. Его называли в театре героем. Так называют тех, кто играет всегда главные роли. Он никогда не ссорился с коллегами. Его почитали и слушали. Он очень быстро вживался в роль. Делился опытом с молодыми актерами. Его любила камера и зрители. Всегда ждали новые фильмы с его участием. К слову, Асан Кулосмонов служил в театре вместе со своей супругой Дюмабубю Байтыкеевой. Вместе пара прожила 65 лет, воспитывая детей и внуков. Похоронили народного артиста на Аларчинском кладбище в Бишкеке. Надежда Усова, Азамат Кадартуктоев, Алато 24.